Здравствуйте! Это программа «Знай наших!». По результатам предыдущего выпуска у нас определился первый победитель. Правильный ответ на вопрос, кто из командиров первым ворвался на территорию Освенцима 27 января, прислала Валентина Лобачева. Сегодня Валентина Ивановна – гость нашей студии. Валентина Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте, Ксения! Расскажите, много ли литературы вам пришлось перечесть для того, чтобы найти правильный ответ на вопрос нашей телевикторины, кто же ворвался в концлагерь Освенцим 27 января первым? Ну, я не буду крепить душой, конечно, до этого я и не задумывалась, я и так была уверена, что наши, русские, советские солдаты. И, конечно, как-то и голову не приходило перебирать эту новую историю, которая известна всем. Но тогда, когда услышав этого поляка, тут мне, конечно, не сыграло. Ну, и потом стало много об этом разговоров на эту тему, по телевизору, конечно, я заинтересовалась. И немного, что у меня имеется в моей библиотеке, я немножко так полистала, почитала. Конечно, мне было интересно, все-таки, кто первый был и среди освободителей. И поэтому я, конечно, почитала, узнала. И давайте расскажем всем о том, что первым на территорию концлагеря Освенцим ворвался генерал-майор Федор Красавин и его боевые товарищи. Да. Именно наши советские солдаты, и никакие там не поляки, и не украинцы в отдельности, в частности, они тоже там были, но все-таки это были советские солдаты после совместа с украинцами. И теперь переписывать эту историю, по-моему, никому не дано право. Валентина Ивановна, а в вашей семье есть те, кто воевал на полях сражений, или же те, кто ковал победу в тулу? Да, конечно. И там, и там. Но сейчас еще и слезу пущу. Конечно, это история. Конечно, у меня вот даже, не смогу сказать, наверное, у меня даже дед, похороненный в селе Калиновское, это около Буховского санатория, и там дед, он имел три ордена славы, и с почестями похороненный, и совсем недавно, там даже Камышловский, он писали об этом и в газете, что мы ему поставили, ну, с помощью военкомата, конечно, поменяли памятник, там он лежит вместе с нашей бабулей рядышком, поэтому поменяли им обои памятники. Нас теперь не стыдно, если даже приезжают корреспонденты, то нам не стыдно показать, где наш дед похоронен. Кавалер трех орденов славы, хоть верьте, хоть не верьте, но вот такой у меня дед. Азернин, Никифор, Максимович. И, конечно, мы гордимся этим. Ну, а уж в тылу ковали победу и мама, и мои бабушки, и мои тети, и все, конечно, все, все работали на победу. И даже нам, и то уже после войны еще даже и то досталось, и мы помогали, где воду тискали, где траву сушили, и всем доставалось, конечно, даже и нам потом, и со многим тоже как-то относилось на нас, на нашем детстве. А сегодня, спустя 70 лет победы в Великой войне, вы рассказываете своим внукам о подвиге дедов, о том, что победили в Великой Отечественной войне мы. Внуки у меня уже взрослые, и они уже старшие, и своей уже дочке может рассказывать про это, хотя ей еще только четвертый год, поэтому, конечно, она еще этого не поймет ничего. Но дело в том, что когда вот я разговаривала, и даже у нас есть книга, что прадеда там, небольшая страничка о нем, и когда я показывала своим внукам, что вот такой вот прадед у нас есть, и они знают, когда вот мы занимались могилами, памятниками вот этими, они тоже всю эту историю знают, и знают, кому поставлены там памятники, и, конечно, они в этом знают. Знают, как мы во время войны жили, конечно, тоже это не прошло даром для них, и не только с нашей стороны, со стороны и родственников, и их отца. Да, тоже пережито немало, так что знают, конечно, знают, и историю войны они тоже знают, и не хуже меня могут рассказать. Читали много, ребята умные, кончили институты, поэтому вся история у них тоже наверняка не прошла даром. Ну, а сейчас разрешите вручить вам приз за участие в нашей телевикторе «Не зная наших», пожелать удачи, и, наверное, продолжить эту работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И мы знаем, что Совет ветеранов Северского трубного завода активно занимается этой темой. Спасибо. Сегодняшний же выпуск нашей телевизионной программы «Зная наших» мы посвятим Висло-Одерской операции, которая началась 12 января 1945 года и была завершена 3 февраля 70 лет назад. Целью данной операции было разгромить немецко-фашистскую группу армий А, завершить освобождение Польши от гитлеровской оккупации и создать благоприятные условия для нанесения решающего удара на Берлин. Операция носила стремительный характер. На протяжении 20 суток советские войска продвигались на расстоянии от 20 до 30 километров в день. За это время они преодолели семь укрепленных рубежей противника и две крупные водные преграды. Этот темп был обусловлен мощным первоначальным ударом, большой пробивной силой и высокой подвижностью советских войск, широким маневром и тесным взаимодействием. Висло-Одерская операция по размаху и достигнутым результатом стала одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны. Всего за 23 дня этой проведенной в тяжелых зимних условиях операции армии Георгия Жукова и Игоря Конева не просто продвинулась вперед и освободили от немецких захватчиков практически всю Польшу и значительную часть Чехословакии, но и окружили крупную немецкую группировку в Познании, вышли к Одеру и оказались в 60-70 километрах от Берлина. Здесь наступление советских войск завершилось и началась подготовка к берлинской операции. В результате Висло-Одерской операции было полностью разгромлено 35 немецких дивизий, еще 25 потеряли от 50 до 70 процентов личного состава и более 150 тысяч человек было взято в плен, как и несколько тысяч единиц вооружения. Потери советских войск составили, по разным данным, от 120 до 200 тысяч человек и более 2000 единиц техники. В ходе Висло-Одерской операции стала очевидна неспособность немцев эффективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников. Началось воссоздание польской государственности. На освобожденных территориях восстанавливалась национальная администрация. 23 февраля 1945 года Сталин оценил немецкие потери за 40 дней советского зимнего наступления по всему фронту в 800 тысяч убитых и 300 тысяч пленных, 3000 самолетов и 4500 танков. За проявленный героизм и мужество в ходе этой операции многим частям и соединениям обоих фронтов были присвоены почетные наименования и врученные ордена, а в честь освобождения польской столицы от германских войск была учреждена медаль. Итак, вопрос нашей телевикторины. Висло-Одерская операция завершилась 3 февраля 1945 года. Какой по счету это был день Великой войны? Наши варианты ответов. 1320, 1323 или же 1325. Правильные ответы вы можете оставлять в комментариях на нашем сайте ТВ5 Полевской. И помните, человек – звено единой жизни на цепи. И чтобы не порвалась эта цепь, он должен знать свою историю, потому что без этих знаний невозможно построить будущее. С вами была Ксения Болденкова и программа «Знай наших». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова